Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы говорим, как инвестировать в эти непростые времена, а также развиваем инвесторское мышление. Я обещал, что у нас будет отдельный блог на канале, который посвящен эффективной коммуникации. И сегодня, в продолжении именно этой тематики, именно в развитии инвесторского мышления, мы поговорим о том, как убеждать людей, с чем обычно сталкиваются люди, но не замечают, что они с этим сталкиваются. То есть, как влияет наша прошивка в общении на то, что мы эффективны или неэффективны в наших аргументах, в нашем стиле общения при убеждении человека в том или ином вопросе. Смотрите обязательно данное видео до конца, чтобы было понимание, почему, казалось бы, даже пройдя тренинги по продажам, пройдя тренинги по убеждениям, то есть, как убеждать людей, в итоге на практике получается, что даже применяя какие-то определенные элементы, они работают только в максимум процентов на 20. То есть, опять начинает соблюдаться некий принцип Парета, что мы знаем, мы на тренинге условно освоили какие-то технические моменты, и в дальнейшем по прохождению тренинга получается, что да, работает, то есть, мы видим эффективность, но нет какого-то взрывного роста. Что же такое происходит, почему всякие там техники ХПВ, техники ФПИО, техники диск, почему они не работают, да, то есть, что такое не так в нашем общении, в нашей аргументации, что не позволяет убедить человека в том, чтобы что-нибудь купить, чтобы убедить в своей правоте, чтобы просто, в принципе, эффективно коммуницировать. Убеждение зависит помимо техник, да, то есть, характеристик, преимущество, выгод, о том выслушать, принять, исследовать, ответить, да. Еще нужно понимать, что есть такое понятие, как канал коммуникации. Вот если представить образно, да, весь земной шар, нужно понимать, что все люди на Земле общаются только на четырех каналах. Это не так много. Четыре канала коммуникации. При этом получается, когда канал коммуникации не совпадает, вы говорите на одной частоте, на одной частоте, да, ну, как рация. У человека рация настроена на другую частоту. И вы, соответственно, сюда долбите характеристики, преимущества, выгоды, да, то есть, типы структуры личности, выслушать, принять, исследовать, ответить. То есть, вы вот в этот канал просто бьете, да, у вас рация на это настроена, ваша прошивка таким образом настроена, а у человека нет. И в итоге получается, что информация, сюда какие-то отрывочные фразы летят. И поэтому человек, по сути, не слышит то, что вы ему говорите. Эти каналы коммуникации, если говорить, как они звучат, да, то есть, есть канал коммуникации вопросительный, есть канал коммуникации директивный, есть канал коммуникации заботливый, и есть канал коммуникации игровой. Всего четыре канала. Структура этих каналов более подробно, более масштабно раскрывается на тренинге PCM, процесс communication model. Когда есть теоретическая основа по поводу каналов коммуникации, это позволяет действительно быть более убедительным. Приведу собственный пример. Конкретно моя история, когда я проходил собеседование в тройку диалог. У нас тогда был директором региональной сети Олег Кесо, в дальнейшем он был генеральным директором Альфа Капитал. Но я помню, для меня это было самое сложное собеседование, потому что человек был компьютером, то есть он сидел примерно вот так, он сидел очень ровно. У него на лице ничего не изображалось, у него не было никаких киваний, у него не было никаких отрицаний, то есть он просто из компьютера со мной общался. У человека очень много логической энергии, то есть он, возможно, в базе логиками являлся. И, соответственно, что я наблюдал, какие проблемы в диалоге в итоге были. Так как у меня деятельной энергии очень много, я говорю глаголами, я говорю действиями, я говорю достижением определенного результата. И для меня важно получать обратную связь, потому что деятели, они очень хорошо подстраиваются под различные типы собеседников, и в зависимости от того, как ведет человек, ему что-то не нравится, он себя как-то может быть, если говорить про бунтаря, он может себя как-то проявить, эмоционально он может себя проявить. Если говорить про душевного, он может как-то напрячься, замедлиться, он может немножко такую плачевную мину сделать. То есть, получается, можно адаптироваться. Деятель, у него директивный канал, то есть он отдает приказание. Он отдает приказание, он запрашивает приказание. Даже у нас в компании работает команда, работает команда, которая делает видео, которое вы смотрите, работает команда, которая обслуживает клиентов в клубе, есть команда, которая заботится о клиентах, поддержка. И в этом случае даже со мной, когда начинают говорить на канале логическом, вопросительном, то есть мне начинают задавать вопросы, я теряюсь, у меня постоянный запрос на действие. То есть я говорю, не надо мне вот этого всего расписывать, не надо мне вот этих компьютерных фактов, не надо меня заваливать вопросами, дайте мне вариант, что нужно сделать, вот это или вот это, если что-то сделать, к какому сроку? Мне дайте. То есть представляете, нарушение субординации, насколько логику тяжело понимать, то, о чем я его прошу. А я его прошу сделать действие. И соответственно я требую, чтобы он мне указал, какие действия мне нужно совершить. Хотя по иерархической структуре получается, что он не может мне оказывать для меня директивный канал коммуникации. То есть императив такой, пойди, сделай, подойди, наклонись, напиши, предоставь информацию, скажи, что ответить на это. Потому что логика, когда ты можешь ответить на этот вопрос? Мы общаемся, да, нужно написать, составить подпись. То есть мне постоянно помощница, у которой присутствует логическая энергия и заботливая. То есть, Максим, ты когда сделаешь подпись, отсканируешь ее? Когда ты отсканируешь? Когда ты предоставишь? То есть начинается с вопросительного канала. Для меня это неприемлемо, да, то есть для меня приемлемо. Максим, до конца дня нужно предоставить отсканированную твою подпись. Или там собственноручно написанное обещание. Все точкой, все, я понимаю, мне комфортно, мне все хорошо. При этом честно могу сказать, что, казалось бы, такое пустяковое дело затянулось у нас на 5 дней по одной простой причине. Потому что коммуникация оттуда заходила вопросительная, а я требовал действия, да, то есть чтобы мне была отдана директива непосредственно. Друзья, вот в этом видео мы рассматривали различные типы личности, которые есть согласно методологии PCM. Нужно понимать, что для людей с большим количеством логической энергии, для людей, которые помимо всего прочего еще и высказывают большое количество мнений и запрашивают мнения, с ними нужно общаться из вопросительного канала. То есть с логиками, люди, которые оперируют факторами, с упорными, которые оперируют мнениями, они общаются на вопросительном канале. Им нужно задавать вопросы. Мало того, они вас задолбают вопросами. Логик будет запрашивать информацию, факты, упорно будет запрашивать мнения. Нужно давать четкие, безэмоциональные ответы. Не нужно раздражаться по этому поводу. Помимо всего прочего, каждый ответ закрывать вопросом. То есть когда вам идет вопрос, то вы на этот вопрос отвечаете и задаете вопрос. Я ответил на твой вопрос? Прекрасно людям, у которых логическая энергия и упорная, они просто балдеть будут о том, насколько вы классный собеседник, насколько вы крутой подчиненный, насколько вы классный руководитель, с которым просто общаешься, да, очень эффективно, очень круто, не теряя большого количества времени. Если вы из компьютера, из вопросов будете обращаться к душевным, душевные будут ступорем. Душевным важен заботливый канал. То есть что такое заботливый канал? Чувствительность. То есть если перед душевным сидеть как компьютер ровно, с минимальным количеством какой-либо внешнего проявления, да, то есть, ну, такой, ему будет очень некомфортно. Он будет думать, что с ним что-то не так, что черствый, сухой, отсутствующей заботы. Поэтому нужно размягчиться, стать как тесто, то есть расслабиться, наклониться, сжать руки, пойдем посидим, поговорим, чайку попьем. Это причем работает везде, это работает в межличностном общении, это работает в профессиональном общении. Вопрос опять готовности. Если вы понимаете, что существует 4 канала коммуникации, и вы понимаете, что у вас есть какой-то ключевой сотрудник, у которого высока доля энергии душевного, да, который про заботу, про семью, про детей. Ну, экзистенциальный вопрос, любим ли я, то в этом случае размягчиться непосредственно на встрече, даже преодолев себя, то есть, податься немного в сторону человека, наклониться, да, то есть, наклон в сторону человека, это как раз-таки некая такая забота, да, то есть, ты проникаешь, ты погружаешься. Подержать за руку, предложить выпить чай, кофе, да, то есть, подставить печенюшку, угостить, то есть, он почувствует, что к нему идет забота. При этом, опять же, это касается любой иерархии, это касается как вниз, так и вверх, так и в рамках межличностного общения. В этом случае душевное скажет вам спасибо. Да, возможно, в первое время, если особенно там канал вопросительный, переходить на этот канал будет тяжело. Попробуйте, я вам говорю, попробуйте, потестируйте, посмотрите, как это работает, посмотрите, как меняется отношение, как меняется коммуникация, и как тогда люди хотят видеть вас в своем окружении. Вы становитесь на расхват, вы не понимаете, что происходит, да, но просто вокруг вас вьются люди. Люди говорят, ты стал какой-то харизматичный, ты стал какой-то другой. Все, что было сделано, вы переходите, переключаете эти каналы, да, пока не поймете, с каким каналом вы имеете общение, когда человек у вас начинает слышать, когда у вас коммуникация становится более эффективной. Третий тип канала – это директивный, про который я уже немножко рассказал. Суть директивного канала заключается в том, что отдаются приказы, еще и императивные. Что важно понимать? Людям с большим количеством энергии деятеля, с большим количеством энергии мечтателя, еще раз, деятели – это действия, мечтатели – это воображаемые действия. Так как речь идет про действия, в одном случае реальные, в другом случае воображаемые, этим людям нужно отдавать директивный канал. То есть им нужно отдавать приказы. Не дай вам бог задать человеку с большой долей энергии мечтателя вопросительный канал. В какой ресторан пойдем? В мясной или в рыбный? Все, человек залипнет. Почему он залипнет? Потому что он в своих мыслях, он в воображаемых действиях. И как только вы обратились к нему из своего вопросительного канала, логика или упорного, у него сразу, как ядерный взрыв, в голове взрывается это воображаемое действие. Он представляет для себя сначала рыбный ресторан, потом воображает для себя мясной ресторан. Он переключается, он переезжает между ними, да, и он просто может зависнуть вот так вот немножко вверх и вправо, подняв глаза, и просто не ответить вам, в какой ресторан он пойдет. То есть таким просто четкий директивный указ. Идем в мясной ресторан. Я о всем позаботился, будет, ну, погнали. Ну, погнали это больше уже к бунтарю, да, к игровому каналу. Я выбрал, пошли в мясной ресторан. То же самое касается деятеля. Деятель терпеть не может вопросительного канала. Деятель терпеть не может заботливого канала. Если вы начнете с деятелем Сюси Пуси Муси, я тебя люблю, я тебя обожаю, он скажет, что надо, пошли в мясной ресторан, пошли. Директивный канал, то есть четкое последовательное действие. Еще очень важно, да, особенно для людей, у которых много, опять-таки, логической и упорной энергии, если у вас шеф-деятель. Из своей практики, еще раз, ребят, могу сказать, он вас на руках будет качать. Вы ему будете указы отдавать, вы ему будете директивным каналом с ним общаться, и он скажет, блин, наконец-то появился хоть один нормальный человек, от которого можно четко понять, что от меня надо. Даже я, когда планерки провожу, да, у меня вопрос один. Подвели итог, разработали планы на следующую неделю. Итогово, что от меня надо, какие ресурсы еще необходимо предоставить с целью достижения большого результата? Получите тут же ответ. Эффективность коммуникации и убеждений вырастет просто в разы. Ну и последний канал, который остался пока еще не рассмотренным, это игровой канал, да, то есть это оттопыримся, поиграемся, двинули. То есть подходит для бунтарей, да, то есть у кого много бунтарской энергии, где идет постоянная реакция, еще раз, попробуйте бунтарю что-нибудь приказать. Это человек, который, недолго задумываясь, пошлет. И на самом деле даже подчиненный может руководителя послать, если подчиненный бунтарь, вполне может. Руководители бывают часто деятелями, и у деятелей с бунтарями возникают большие проблемы. С бунтарем, соответственно, работаем на игровом контакте, игровом канале. Игра. Если вы с деятелем работали, лицом принимающим решения, где очень много деятельной энергии, да, попробуйте просто императивный, попробуйте директивный канал, четкие указания, что нужно сделать. У нас сегодня скидка до конца недели 10%. Оформите заказ, мы вам выставили счет в прикрепленном файле. Или попробуйте с бунтарем что-то в игровом контакте сделать. Это мячик какой-нибудь, вот есть мячики, которые им бросают, мячиком бросать, да, оттопыриться. То есть это пообещать оттопыриться, да, то есть давай пообщаемся, выполним план, да, и соответственно я тебе выпишу путевку на ебицу. Или корпоратив там затусим, оторвемся, прям офигенно все будет, да. Ну, то есть вот некая такая мотивация, да. Для человека, который понимает, что есть игровой контакт и есть вопросительный, то есть если ты понимаешь, что у тебя бунтарь, по крайней мере воздержись от своей природы, да, то есть сваливаться в свою рацию на кнопку вопросительную, да. Потому что если ты бунтаря начнешь заваливать вопросами из своей рации, из своего канала, ему очень тяжело будет, ему некомфортно, да. То есть человек, который в постоянном движи, его начнешь заваливать вопросами, ты просто его в итоге переведешь в состояние стресса. И потом все равно тебе нужно прилагать усилия для того, чтобы его вывести из состояния стресса, удовлетворить его психологическую потребность. Зачем это делать, когда ты сразу можешь более динамично общаться, добавить динамики, убрать, может быть, вопросы и заранее просто запланировать, что ты ему скажешь и как, чтобы это было игровое. Да, поначалу, возможно, придется тяжело, но потом в дальнейшем, если ты знаешь, что это для тебя ключевой сотрудник, он тебя понимает, у тебя сокращается время на общение с человеком, у тебя сокращаются затраты на мотивацию этого человека, потому что он будет уже замотивирован, потому что он не будет идти к тебе уже в стрессовом состоянии, потому что он знает, что ты, ну уже теперь знает, да, если посмотрел видео, что ты там на канале вопросительном общаешься, да. То есть, сколько это высвобождает времени, энергии и ресурсов. Таким образом это работает. Сложного ничего нет. Просто метафорично представьте, что все люди вокруг вас ходят с вот этими вот рациями и только на одном канале общаются. У вас у одного есть рация с четырьмя кнопочками, на которые вы постоянно можете переключиться на тот канал, который более или менее заходит. Конечно же, в первую очередь это стоит обратить внимание, во-первых, в межличностных отношениях, да, родители, супруга, дети, чтобы понимали, с кем на каком канале лучше общаться. Раз. Второе, конечно же, на работе и в бизнесе партнеры, работодатели, лица, принимающие решения о вашей заработной плате изучите внимательно, еще раз вот это вот видео посмотрите, да, чтобы вы понимали, какие существуют типы личности, чтобы вы понимали, на каком канале коммуникации нужно с ними общаться. Я говорю, у меня после прохождения тренинга моей двоюродной сестры, она просто изменив канал коммуникации, через три дня отправилась в Алтай за счет компании, потому что она просто там с упорным начала общаться в вопросительном канале, слушать его мнение и со всем соглашаться. Сейчас ее считают одним из самых ценных и эффективных сотрудников. То есть, в трудовой деятельности, функциональных обязанностях, которые выполняет человек, ничего не поменялось. Он что делал раньше, он тоже делал это и сейчас. Что поменялось? Во-первых, удовлетворяет психологические потребности. Во-вторых, общается на едином канале коммуникации. В итоге, более свободный график на работу, те же самые функциональные обязанности, которые она может выполнять дома, повышенная зарплата, бонусы и проведение совместных каких-то мероприятий. Требует ли это усилий? Если касается конкретно моей сестры, для нее этих усилий не требует, потому что она очень много прожила уже фаз. Но это отдельная история, большая, да, фаза, база. Если интересно, оставьте обязательно комментарий, да, чтобы узнать, что это такое более подробно. Просто у нее большое количество прожитых фаз, и она практически со всеми может общаться, переключаясь на каналы. То есть для нее внутри себя преодолевать себя, подстраиваться как-то ей не нужно. Чуть-чуть просто докрутила канал коммуникации и психологические потребности удовлетворять. Все. Если человек получает ту же самую работу, но работает на 2 часа меньше в день из 6 рабочих часов, то на сколько тогда увеличилась зарплата? На 30% увеличение зарплаты. То есть вы на работе находитесь там на 20-30% меньше времени, получая те же самые деньги. Получая различные подарки и являясь самым лучшим сотрудником. То есть если человек уже является руководителем, и его будут повышать по карьерной лестнице, то в этом случае, скорее всего, когда станет вопрос, а с кем дальше двигаться этому руководителю, но только деятель, наверное, будет смотреть за результат, чтобы кто-то ручками еще работал. Все остальные будут тянуть с собой тех, с кем им комфортно общаться, комфортно находиться, которые быстро понимают и выполняют то, что требуется. И, соответственно, тоже будут тянуть вас с соответствующим увеличением заработной платы. Подумайте над этим очень хорошо. Ребята, еще раз, это не развлекательный контент, это практика применимый контент, который уже сейчас вы можете применять у себя на работе и менять уровень своего активного дохода на горизонте в следующие 12 месяцев. Хотите знать больше? Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok